Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Кунышева. Сегодня 30 сентября 2020 года. Я продолжаю поиски материалов по Роспотребнадзору. И сейчас вот что у меня открылось. Не только по нему, но и по правительству Российской Федерации. Я забиваю ОГРН, Роспотребнадзор и РФ, что это не государственный орган. Вот выхожу на такие страницы. Много тут чего, много тут чего. Вот основная главная страница, которая нам говорит. ОГРН на единичку. Это значит юридическая организация. Это не государственная служба. Основной вид деятельности – деятельность федеральных органов государственной власти. Ну, это они для себя пишут государственные власти. Они замещают государственную власть. Кроме полномочных представителей президента Российской Федерации и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. Дополнительные виды деятельности не указаны. Вот непонятно, что за основной вид деятельности – деятельность федеральных органов государственной власти. Причем тут Роспотребнадзор в сфере защиты прав? А основной вид деятельности – деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных представителей президента Российской Федерации и территориальных органов, федеральных органов исполнительной власти. Тень на плите. Но разберемся со временем. Юридический адрес есть. Юридический. Руководитель Попова Анна Юрьевна записана как ФИО. Обратите внимание. То есть руководитель записан как ФИО. Есть контакты. Здесь есть выписка из ЕГРЛЮ. Она платная, поэтому я ее сейчас брать не буду. Я скачала отчет в PDF. Учредителем Роспотребнадзора является одно юридическое лицо. Одно юридическое лицо. То есть это негосударственное лицо. Это правительство Российской Федерации. Вот здесь в документах всегда четко написано, что это негосударственное, это юридическое. То есть коммерческая организация. Здесь есть ГУЗ-закупки. И здесь есть судебные дела. Руководитель 1 связи. Выявлено 249 связей. Давайте их посмотрим. А не дает смотреть. Ну хорошо. Центр гигиены, центр гигиены, центр гигиены. Смотреть не дает. Только платно. Не будем смотреть платно. Так, что у нас тут есть? Госзакупки у нас тут есть. Долги у нас тут есть. 5 тысяч рублей. Не указан остаток задолженности. 5 тысяч рублей. Видите, как интересно. Есть проверки. Три плановые, две внеплановые. И 21 нарушение. Давайте посмотрим, что за нарушение. Опять не дает смотреть. Нарушение. Что там такое? По обязательному страхованию. Проверка плановая. С масками тут что-то ничего не сказано. Насчет масок проверок. Так, что еще у нас? Какие проверки? Тут есть конкуренты. Ближайшие конкуренты. Конкуренты у государственной организации. Их быть не может. Конкуренты могут быть только у бизнеса. Ближайшие конкуренты Роспотребнадзор. И Илтруд. Ближайшие конкуренты. Выручка 27 миллионов. Завод Медтехника. Ну вот, они занимаются бизнесом. И масками, наверное, они тоже занимаются. Я так полагаю. Поэтому им нужно это все дело продавать. Им нужно зарабатывать. Потому что у бизнеса главный девиз – это извлечение прибыли. А какой ценой, каким образом – не важно. Главное извлекать прибыль. Обратная связь. Интересно. Обратная связь в виде якоря. То есть морское право. Вот это очень интересно. Так, хорошо. Еще здесь надежность высокая. Выявлено 15 фактов об организации. Организация юридическая. То есть это бизнес-организация. Вот он вам, Роспотребнадзор. Что и требовалось доказать. Ну, это для тех, кто еще пока не понял, что у нас Российская Федерация – это не государство. Ну, что самое интересное с этой Российской Федерацией, с правительством Российской Федерации. Вот если мы ее наберем, эту Российскую Федерацию, то у нас выходит вот такой сайт правительства. И вот он. И вот что вышло на сравнение организаций правительства Российской Федерации. И, пожалуйста, штатус руководитель, председатель Медведев Дмитрий Анатольевич. Не Мишустин, а Медведев Дмитрий Анатольевич, председатель. Численность персонала – ноль. Количество учредителей – 997. О, как! Количество учредителей Российской Федерации, то есть юридического лица, то есть бизнеса. Ну, и это еще не все. Если мы выйдем, разные варианты сайтов. Вот правительство РФ и у нас ваша компания. Оценка информационной открытости. То есть это компания. Это не государство. Конечно, многие уже знают, что это не государство. Но многие еще, большинство еще не знают. Они думают, что они живут в государстве. Вот, пожалуйста, вот оно. Адрес старой площадь на сайте компании. Информация о компании. То есть это не государство. Это компания. Руководитель Мишустин, а председатель у нас Дмитрий Анатольевич Медведев. Так. Зарегистрирована она у нас где-то. В США где-то она зарегистрирована у нас. В отношении компании было возбуждено два исполнительных производства. Правительство РФ участвовало в 13 арбитражных делах в 7 в качестве ответчика. Видите, кто-то судится с Российской Федерацией. Реквизиты правительства РФ, юридический адрес, официальный сайт, доступный в системе. Компания правительства РФ. Не государство, а компания правительства РФ. Компания, похожая на правительство РФ. И вот, пожалуйста, Минобороннауки, Минэнергороссии, Росавтодор, Россельхоз, Росстандарт, Управление делами президента, Российская Федерация, Федеральная миграционная служба, Федеральная служба страхового надзора. Ой, как это всё интересно исследовать, когда начинаешь этой темой заниматься. Вот так. Это всё для фом неверующих. Так, ещё посмотрим. Статус Юл. Статус Юл – это юридическое лицо. Понятие юридического лица. Консультант плюс. Юридическим лицом признаётся организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных настоящим кодексом. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вечные права. Вечные. Вспоминаем мой фильм из советской большой энциклопедии, что такое вечное право. Это вечное право пользования землёй для советских граждан. О, как интересно, что тут выплоло. Относятся государственные и муниципальные и унитарные предприятия, также учреждения, к юридическим лицам, на имущество которых их учредители имеют вечные права. То есть это советские граждане. У нас есть наши эпикуны, которые остались советскими гражданами, а весь остальной советский народ превратили в своих рабов, физлиц. Относятся государственные и муниципальные и унитарные предприятия, а также учреждения. Из большой советской энциклопедии, что такое вечное право в Советском Союзе, в СССР, и что такое это право в капиталистической эрефии. К юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпоративные права, относятся корпоративные организации. Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации и Банка России определяется Конституцией Российской Федерации и Законом о Центральном Банке Российской Федерации. Так, это тоже юридическое лицо получается. Итак, имеющие глаза да увидят, имеющие уши да услышат. Вот я сама не ожидала, а напала на очень интересную информацию, которую мне надо осмыслить. Я думаю, что многие уже здесь тоже увидели. Те, кто подготовлен уже как-то, кто первый раз это слышит, конечно, они ничего не понимают. А те, кто уже подготовлен, они здесь уже тоже кое-что увидели. Здесь есть интересная зацепка, но надо поподробнее изучить документы. Поэтому на этом я этот ролик заканчиваю. Благодарю за внимание. Делитесь этим роликом, подписывайтесь на мои каналы. Всех вам благ! Субтитры сделал DimaTorzok